Итак, сегодня 13 июля 24 года. Мы приехали в Мокшино, чтобы стартовать в наш долгожданный заплыв Подойбицы. Гриша и бабушка останутся на пляже, а мы поплывем. Сейчас мы сад надуем и отправим все в путь. Так, все, бабушку с Гришей отправляем на пляж. А сами начинаем накачку нашего плавательного средства. Так, Сашка на последнем издыхании, но плавательное средство практически готово. Уже прям супер твердое. Сейчас поплывем. Итак, план таков. Я, кстати, в своей мореходной шапочке. Значит, мы высадили бабушку и Гришу на пляже. Сами отправляемся вниз по течению Дойбицы, туда, куда сможем доплыть. Отправляем бабушке точку с нашими координатами, и она нас эвакуирует на машине. Хрюще! Ну, конечно, не к Волге, а к Дойбице. Но все-таки по Дойбице будем сплавляться. Впереди на тележке весь наш нехитрый скарб. Вода, полотенце, все, что нам необходимо в плавании. Идем по Приволжскому городку даже целому, я бы сказал. Мы в Завидово Резорт-Анспа. Идем к Волге. Так, вот бабушка с Гришей расположились здесь. Новая Гришина палатка. Самокат. Тапки. Все здесь. Пошли купаться. Виды. Почти как в Архипо-Осиповке. Народищу до хрена. Сегодня суббота. Ага, попались. Подобрались, да? Так, транспортное средство готово к отправке. Экипаж тоже готов. Отправляемся через три минуты. Ну, мы отправляемся. Пока! И все, поплыли. Расстояние 3 метра. В добрый путь. Последний дом жилого комплекса остается по правому борту от нас. Но люди продолжают дальше купаться. Тут еще есть шашлычные места, но что-то никого как-то не видно. Жарковато для шашлыков. Градусов 30. А, нет, действительно, беседки впереди забиты людьми. Сейчас мы туда подплывем. Здесь местная достопримечательность. Детишки катаются на Тарзанке. Крутое развлекалово. Детишки катаются на Тарзанке. Тоже хочу. Так, волнение. Мы приближаемся к первому мосту. И у нас тут маломерные суда устраивают волны. И волны такие не слабые, надо сказать. Неплохо было, но мы пережили. Все в порядке, плывем дальше. 560 метров преодолели. Проплываем под опорами. Точнее, между опорами, под мостом, через могучую речь Кудойбеца. Тут даже прохладнее, чем везде. Градуса на 2. Впереди нас ждет первое препятствие в виде какого-то забора. К счастью, всю реку он не перегораживает, а всего лишь спасает буржуинов от пешеходов. А вот здесь вот в берегу прям гнезда ласточек. А еще только что перебежала пляж Маленькая Андатра. Судя по всему, да, какая-то водяная крыса. Так, аккуратно, не врезаемся никуда. Начались коттеджики по левую руку. Красиво. Окна в пол. Имеют люди жить. Здесь идет какая-то великая стройка. Видимо, будут строить гостиницу, что ли. На какое-то общественное место. Вокруг продолжает народ ездить на всяческих маломерных судах. Этим сильно нас гнобить. А впереди уже видно какую-то ротонду. И, наверное, это тоже коттеджи, что ли. Подплывем поближе. Посмотрим. А тут вот такой вот дикий пляж строительный. Но при этом огромная куча кувшинок. Слева по курсу чьи-то угодья за мостиками. Точнее, под мостиками натянута сетка для того, чтобы никто не мог там проплыть. Интересно. А справа-то, смотри, как бы. Ну, не очень-то и хотелось. А справа ротонда, дворцы. Чего хочешь? Камерный сад. Да. Ну и вообще, впереди там строеницы такие неслабые. Будем приближаться. Итак, это ротонда. Чьи-то владения. А сейчас мы будем делать кое-что для контента. Лимбо, ребята. Мы под мостом. Надеюсь, у них тут нет сторожевых аллигаторов. Так, тихо. Надо себя вести. Потому что... Черт, нас запалили с вертолета. Че делать-то? Че делать-то? Главное, чтобы не сбрасывать ничего. Да. Неплохо здесь. Ладно, я думаю, надо возвращаться. Сань. Вачалово нас уже запалил. Тут чья-то заводь просто. А здесь очень мило. Олигархи живут неплохо. Так. Ну, собственно, мы выезжаем с закрытой территории. Еще одно Лимбо нас ожидает. Под точно таким же мостом. Менее экстремальное. Да, менее экстремальное. Здесь повыше. Мосты тоже особо не нагибаются. Класс. Ну что же, поплыли дальше. Думаю, нас ожидает много интересностей. Эх, не успел заснять, улетели. Чайки сидели на мосту. Много. В смысле. Сейчас их две. Да, картинка хороша. Здесь, наверное, отлично жить. Таких мостиков здесь не один. Не два. Их много. И чьи-то усадьбы. На задний плане. Санька, смотри, куда мы плывем. А какой здесь ландшафтный дизайн. Это же вообще деревья подстрижены, как под копирку. Специальные люди обслуживают, не знаю, что-то там. Насосы какие-то. Впереди уже видны яхты. Вот, пожалуйста, одна из них. Вот, пожалуйста, вторая. Ну, вот тоже неплохое местечко с пристанью для яхты. Правда, еще не достроено. Водные просторы впереди. Кайфы. Ну, здесь мы видим какие-то буржузские развлечения, типа кафе, припаркованная яхта GLT. Надо будет посмотреть, что это такое. Чуть-чуть правее. Там у нас начинаются гольф-поля. Какие-то места для чемпионов. Ухоженные луга, дорожки, коттеджи. Вот такая вот набережная. Просто вылизанная. Мы в раю. Фонтанчики включили. Ох, у кого-то усадьба. Красавица. Счастливый обладатель. Где счастливый обладатель? На терраске. На терраске там кто-то, Сашка говорит, сидит. Может, это рабочий. Не знаю. Судя по всему, скоро в дикие места приплывем. Кувшинки уже здесь. А какие там гортензии. М-м-м-м. Вот я цитирую. Лежачки. Тоже очень неплохо. А вот там вот у людей подземный эллинг для лодки. Впереди. Идеально. Такая тишина. Здесь не ходит моторный и водный транспорт, судя по всему. Или просто сейчас его нет. Мы наслаждаемся тишиной, солнцем, ветром и дойбицей. Так, а вот здесь вот дикая стоянка. Что-то массовая такая. Надо будет посмотреть потом на карте. Может быть, сюда приехать с палатками. Ой, плываем в кувшинки. Черт, побери. А-а-а, сейчас влезем все. Кайфы. Приближаемся к месту, где мы были на пикнике. То есть, скоро покажется из-за поворота реки трасса на Конаково. Наверное, это здесь. Мы плывем один час, две минуты. Преодолели расстояние 4 километра и 90 метров. Я сделал, например, 1420 грибков. Тут тоже обрывистый берег. Практически глинт. Как на Эльмине. Тут гнедятся ласточки. Очень много людей останавливается здесь с палатками. Здесь классные места. Можно подъехать на машине. Река спокойная. Ну да, дорога недалеко. Но это и плюс, и минус. Дорога, повторяю, это трасса, которая ведет с Ленинградки до Конаково. Вот ее уже слышно, видно. Мы от нее метов в 100. Указатель вдалеке гласит, что это речка Добица. Значит, мы правильно плывем. Ура! Еще видно очередной мост, под которым скоро поплывем. Итак, вот и мост. Здесь мы немного отдохнем. В его тени проплыли мы уже 4 километра 860 метров. Небольшой пикник под мостом. Здесь реально прохладней. Довольно-таки кайфово. Вода прям холоднее, чем везде. Не говоря уж на том, что мы не на солнце. На солнце за 40 похоже. У нас сегодня беда с запасами. Только орешки и немного воды. А больше ничего нет. Ты мне всегда говоришь, зачем ты так много еды берешь? Обожаю, пожалуйста. Просто обожаю. Это правильно. Какой контраст с виллами на краю гольф-полей. Удивительно. Здесь мы наблюдаем какое-то удивительное творение местных аборигенов. Либо удочка, либо раколовка там стоит. Какая-то деревня. Кадыково, что ли? Не видно на карте. Может быть, Кадыково. Ловим дальше. Преодолен рубеж. 5 километров. Река стала совсем узкой. И здесь теперь очень-очень много кувшинок. Это, не пойму, насекомые или... Насекомые. Я впервые в жизни увидел бутон кувшинки. Очень похож на маковую коробочку. Прикольный. Река поворачивается. Смотрит. Какой крутой поворот. Градуски в девяносто почти. Новый поворот. Субтитры делал DimaTorzok Да, река очень разная. Класс. Теперь она постоянно поворачивает. Река шириной примерно 2 метра и космические стрекозы летают. Черные, синие, фиолетовые. Их тут много-много. Такое ощущение, что мы скоро приплывем. Тут глубина примерно полметра. Здесь зачем-то сделали для лодок. Хотя река тут шириной, ну, максимум 3 метра. Мы приближаемся к Завидово. Такие крутые берега здесь у Дойбицы. Необычно. Мини-пляжик. Дойбица где-то в районе Высокова деревни. Тут напоминает джунгли Амазонки, но в миниатюре. Очень красиво. Река продолжает петлять. Ну, вообще, судя по всему, мы приплыли. Как бы... Нет, здесь дальше глубоко. Киль зацепился за дно. Мы еще тащим огромное количество водорослей за собой. Подожди меня. Ага, ко мне. Сап привязан лишим. Что, дальше плывет? Да. Ну, тогда погнали дальше. Блин, какой же вид офигительный. Ты меня тянешь. А ведь это правда глинт. Дойбичный глинт, нарекаю тебя. Тут осадочные породы. А впереди мурмурация ласточек. И у них гнезда по высокому правому берегу. Ой-ой-ой-ой. Мы опять сели на мель. А вот это... Ну, надо надо... Очередной глинт. Очередной поворот. Остов корабля. И остов пиратского корабля. О-хо-хо. Вон, вылетают из гнезд. Может быть, там еще мелкие есть. Но нас ожидает очередной поворот реки. И вот такой вот пейзаж. Вот здесь вот гнездовье ласточек. Все поулетали, когда мы поближе потлыли. Но их там очень много. Итак, наш водный поход плавно перерастает в пешее путешествие. Я нахожусь сейчас в центре реки Дойбеса. Воды примерно чуть выше Щиколовки. Вода очень теплая. И тут клевое песчаное дно. Шикарное местечко. Надо поставить отметку на карте. Реально необычно. Идти по середине реки. Вот такие вот тут водоросли. Главное не напороться на какой-нибудь крючок рыболовный. Или на сеть. Осталось немного дозавидова. Итак, наш инженерный гений решил, что пора снимать киль. Киль снят. Пойдем по мелководью без киля. Пешком. Приключения продолжаются. Оставайтесь с нами. Продолжается наш пеший поход по красотам Дойбеца. Мы все еще ждем, пока станет поглубже. Пока киль перестанет цеплять отмели. Возможно, это произойдет здесь. Тут ил. Там дальше прямо вот так провалится по колену. Надо же, оказывается, мы не первые водные туристы в этих местах. Вон, ребята, решили идти вниз по течению. Через 50 метров заканчивается река. И начинается ручей. Ну, то есть там не проплыть. Я думаю, что будем выбираться на берег. И вызывать эвакуационную команду. Пока выглядит это вот так. Только что прошли самое мелкое место в реке. Опираемся. Уф, как в шестом. Блин. Заливает. Разворачивает вперед. Поперек поток. А тут практически пороги. Что делать, мы не знаем. Ой, батюшки, как сказал бы Гриша. Вот такое вот плавание прекрасное. Вот, наверное, вот тот вот мостик. Это будет финальной точкой нашего путешествия. Возможно, будем пробовать выбираться на берег. Я застрял в водорослях. Вот она. Точка эвакуации. Вот этот мост. Очень мелко. Дальше плыть не имеет смысла. Без киля сап практически не управляем. Ну и он даже без киля уже садится на воду. Я сейчас посередине реки. Пощипался. Слепень. Ах, ты сволочь. Все. Звоним маме. И ждем. Ну это была крутая поездка на сапе. Ну и финальные кадры. Практически бэкстейдж. Мы собираем все. И 200 метров через поле Клининград. Уже эвакуационная команда вызвана. Скоро приедут. И мы поедем домой мыться. Потому что после ила как-то мы пахнем не очень приятно. Все. Ну и наконец заключительный эпизод. Мы идем к месту встречи с нашей машиной. Все запаковали. Хорошо, что взяли тележку. Пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok